здравствуйте дорогие друзья рада вас вновь приветствовать сегодня у нас урок русского языка тема нашего сегодняшнего урока нелюбов на дороге на тропинке пришли осенние листики а по русскому языку мы пройдем тему ударные и безударные гласные ну что ж посмотрим на экран давайте вместе прочитаем стихотворение на дороге на тропинке на дороге на тропинке растерял листочки лес паучок по паутинке мне за шиворот залез уж темнее стали ночи и не слышно дятлы стук чаще дождик ветви мочит не раздастся грома звук поутру уже на луже появился первый лед и снежок легонько кружит знать мороз пути идет друзья вот мы с вами прочитали стихотворение давайте теперь выполним рубрику думаем и отвечаем укажите жанр произведения конечно вы догадались это стихотворение верно молодцы как вы думаете почему в лесу не слышал звук дятла ребятки потому что уже холодно становится темнее стали ночи верно какой период осень описывает поэт ранний или поздний обоснуй свой ответ словами из текста давайте найдем эти строки из текста которые докажут что стихотворение говорится о какой осени верно о поздней осени давайте найдем эти строки поутру уже на луже появился первый лед и снежок легонько кружит знать мороз пути идет вот эти строки конечно доказывают то что говорится в стихотворении о поздней осени а теперь давайте прочитаем следующее произведение пришви осенние листики что ж откроем свои учебники и начнем читать вместе со мной михаил пришвин осенние листики перед самым восходом солнца на поляну ложится первый мороз притаиться подождать у края что там только делается на лесной поляне полумраке рассвета приходят невидимые лесные существа и потом начинают по всей поляне растилать белые холсты первые же лучи солнца убирают холсты и остается на белом зеленое место мало по малу белое все исчезает и только в тени деревьев и кочек долго еще сохраняются беленькие клинышки на голубом небе между золотыми деревьями не поймешь что творится уносит ветер листы или стайками собрались мелкие птички и несутся в теплые далекие края ветер заботливый хозяин за лето везде побывает и у него даже в самых густых местах не остается ни одного незнакомого листика а вот осень пришла и заботливый хозяин убирать свой урожай листья падая шепчутся прощаясь навек у них ведь так всегда раз ты оторвался от родимого царства то и прощайся погиб ну вот дорогие друзья мы вместе прочитали этот текст а теперь давайте выполним задание по данному тексту какому жанру относится это произведение конечно это рассказ выясните значение слова холсты как мы видим над словом есть такая снежинка звездочка вы уже знаете где искать значение таких слов конечно значение слова мы можем найти в словарях если нет словаря под рукой вы можете воспользоваться этим словарем из ваших учебников давайте с вами откроем конец нашего учебника и посмотрим значение слова холст в нашем словаре находим буковку х и находим слово холст вот это наше слово холст посмотрим значение холст это простая грубая ткань. Молодцы, ребятки. Ответим на следующий вопрос. Прочитайте строчки, в которых описывается момент опадания осенних листьев. Почему автор говорит о них как о живых? Подумайте внимательно и попробуйте ответить на этот вопрос самостоятельно. Что автор говорит о ветре и как он называет его? Нашли? Думаю, вы с легкостью нашли этот момент. Правильно, автор называет ветра как заботливый хозяин. Да, ребятки, молодцы. А теперь давайте выполним письменную часть. Откройте свои тетрадочки и выполним упражнение номер два. Выпишите из стихотворения выделенные слова в алфавитном порядке. Обозначьте в них ударение, подчеркните слова, в которых ударение не обозначают и объясните свой выбор. Что ж, давайте выпишем из стихотворения все выделенные слова. Листочки, паучок, ночи, стук, дождик, ветви, звук, лед, снежок и мороз. А теперь давайте все эти слова расположим в алфавитном порядке. Это будет выглядеть так. Ветви, дождик, звук, лед, листочки, мороз, ночи, паучок, снежок и стук. А теперь, дорогие друзья, давайте обозначим в этих словах ударение. Ветви, дождик, звук. Так как в данном слове одногласная буква, один гласный звук, то ударение мы не ставим, потому что он и так этот звук ударный. Гласный лед. В этом слове мы видим буковку йо и одногласное. Когда слово состоит из одного слога, в таких словах мы ударение не ставим. Листочки, листочки, мороз, ночи, паучок, снежок. И слово стук тоже состоит из одного слога. Ударение мы не ставим. Теперь нам необходимо подчеркнуть слова, в которых ударение не обозначают. Давайте подчеркнем эти слова. Звук, лед и стук. Объясните свой выбор. Выбор мы уже объяснили. В словах, которые состоят из одного слога, ударение не ставится, потому что этот слог и так ударный. Друзья, давайте выполним следующее упражнение. Спишите строки из стихотворения Шибаева. Силачом слыву недаром, выделяю слог ударом. Давайте спишем эти строчки. Теперь нам необходимо обозначить ударение и подчеркнуть буквы без ударных гласных. Что ж, давайте обозначим ударение в данных словах. Силачом слыву недаром, выделяю слог ударом. Ну что ж, молодцы. А теперь давайте подчеркнем буквы без ударных гласных. Сделаем это вместе. Проверяем, ребятки, какие же буковки вы подчеркнули. В слове силачом это гласные И, А. В слове слыву безударные гласные И. В слове недаром безударные гласные Е, О. В слове выделяю безударные гласные И, Е, Ю. В слове слог он состоит из одного слога, и поэтому мы ударение не обозначаем. Ударом безударные гласные У, О. Верно, друзья, молодцы. А теперь выполним следующее упражнение. Назовите изображенные предметы. Давайте назовем, что мы с вами видим. Верно, это кружки. Кружки для того, чтобы что-то выпить. Также мы с вами видим маленькие кружки. Небольшие такие кружочки. Дорогие друзья, давайте сравним написание и произношение этих слов. Для начала давайте выпишем данные слова. А теперь сравним написание. Написание у данных слов совершенно одинаковое. А произношение давайте произнесем. Кружки. А здесь мы видим кружки. Дорогие друзья, давайте назовем ударный гласный звук в каждом слове. В первом слове это какой? Правильно, у кружки. А во втором слове обозначим ударение кружки. Правильно, дорогие друзья. От чего же зависит смысл этих слов? Догадались? Конечно, от ударения. Если поменять ударение, может поменяться значение всего слова. Составьте, запишите предложение с этими словами и подчеркните безударные гласные. Что ж, давайте составим два предложения. Я составила такое предложение. Мы купили две новые кружки. Вы, ребята, можете составить свое предложение. Теперь составим предложение со словом «кружки». У меня получилось такое предложение. Я нарисовал в тетради разноцветные кружки. Вы, конечно, можете написать свой образец. Теперь нам необходимо подчеркнуть безударные гласные. Для этого сначала обозначим ударение в этих словах. Мы купили безударные гласные. Сразу подчеркнем. Новые безударные гласные подчеркнем. Теперь произнесем слово кружки. Подчеркнем безударную гласную. Я нарисовал. Подчеркнем все безударные гласные в этом слове. Тетради подчеркнем безударные гласные. Разноцветные ставим ударение, подчеркиваем безударные гласные. Кружки ставим ударение и подчеркиваем безударную гласную. Молодцы, дорогие друзья! Выполним следующее упражнение. Прочитайте диалог-шутку. Давайте прочитаем вместе. Пи-пи-пи! Что случилось? Почему ты пищишь? Я заболел и принял лекарство. А здесь написано три раза в день по чайной ложке. После приема пищи. Ребятки, почему после приема лекарства больной пищал? Конечно, вы скажете, что он так прочитал, поэтому и пищал. Какую же ошибку он допустил? Думаю, что вы догадались. После приема пищи, а наш друг прочитал это слово как пищи, и поэтому он запищал, так как он неправильно произнес это слово. Допишите реплику-совет, объясните, как исправить ошибку. Давайте объясним нашему другу, что не после приема пищи, а после приема пищи. То есть имеется в виду после того, как ты поел. Давайте это запишем в виде реплики. Ты неверно понял значение слова, так как неправильно произнес ударный слог. Надо было принять лекарство после того, как поел. А пищать не надо было. Вот такой вот совет мы можем дать нашему другу. Что ж, дорогие друзья, на этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Напоследок вам задание в учебнике на страничке. В 46 выполните упражнение номер 6, а также на страничке 47 выполните упражнение номер 2. Ну а я с вами прощаюсь. До свидания, до скорой встречи. Здравствуйте, ребятки! Как поживаете? Надеюсь, у всех все хорошо. Рада приветствовать вас на уроке математики. Сегодня, ребята, мы с вами поговорим о повторном сложении. Откройте, пожалуйста, свои учебники на страничке 44. Обратите внимание на картинку. Нам говорят, Лала разложила на тарелки собранные в саду яблоки. И вопросы. Сколько всего яблок на тарелках? И как можно быстро сосчитать их? Обратите внимание на картинку. У нас сколько всего тарелок, ребята? Правильно, всего 4 тарелки. Посчитаем яблочки на каждой тарелке. Верно. И на этой, и на этой, и на этой, и на этой тарелочке у нас по 5 яблок. Что мы можем сказать? Верно, ребятки. На каждой тарелке одинаковое равное количество яблок. Как мы можем их сосчитать? Верно, ребята. Мы можем записать 4 раза по 5. 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5. Это у нас и будет повторное сложение. Посчитаем, сколько у нас получится в результате. Верно, ребятки. 20. Что получается? На 4 тарелках по 5 яблок. И всего у нас получается 20 яблок. Молодцы, ребята. Далее, обратите внимание, на этой же страничке у нас нарисованы шарики. И задание. Если в нескольких группах равное количество предметов, то их общее количество можно найти с помощью ритмического счета или же повторного сложения. Обратите внимание, ребятки, у нас 4 группы. Поскольку шариков в каждой, верно, 2, 2, 2, 2. Вместе тогда, ребятки, а как мы можем узнать, сколько всего шариков? Правильно, ребята. Мы можем с вами записать 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 4 раза. И в результате у нас что получится? Верно, ребята. 8. Либо с помощью ритмического счета. Как мы будем с вами считать? 4 раза по 2. 2 плюс еще 2 4. Третий раз еще 2 6. И четвертый раз еще 2. У нас получится 8. Все верно, ребята. Значит, мы можем найти сумму предметов. Если у нас в каждой группе одинаковое количество, мы можем найти сумму с помощью повторного сложения. Либо мы можем найти конечный результат с помощью ритмического счета. Обратите внимание на картинки. Давайте-ка, ребятки, постараемся сосчитать все предметы с помощью повторного сложения. Обратите внимание, сколько треугольничков в первой группе? Правильно, 3. Во второй? 3. В третьей? Тоже 3. В четвертой? Правильно, 3. И в пятой? Тоже 3. Сколько групп у нас получилось? Пять групп, поскольку треугольников. Верно, ребята, по 3 треугольника. Тогда как мы сосчитаем? Правильно, мы запишем 5 раз по 3. То есть 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 и плюс 3. Сколько раз мы с вами записали? Правильно, 5 раз по 3. Сколько получится, ребята? Верно, получится 15. Следующие группы у нас звездочки. Сколько у нас всего групп? Одна, вторая, третья и четвертая. А в каждой группе сколько звездочек, ребята? Сосчитайте. Правильно, в каждой группе у нас по 5 звездочек. Итак, как мы запишем наше повторное сложение? Сколько раз повторяются 5 звездочек? 4 раза. Значит, что мы сделаем? Запишем 4 раза по 5. А 4 раза по 5. Сколько в результате? Верно, ребята, 20. Следующее задание у нас кружочки. Посмотрим, сколько групп у нас всего, ребята? Первая, вторая, третья, четвертая. Верно, у нас 4 группы. По сколько кружочков? Посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. По 7 кружочков. Итак, сколько раз? 4 раза по 7. Правильно. 7 плюс 7 плюс 7 плюс 7. 4 раза. Что у нас получится? Посчитайте. Верно, ребятки? 28. Молодцы. Далее посмотрите на картинку, ребятки. У нас изображены козочки, и каждая козочка съела одинаковое количество капусты. Давайте-ка с вами посчитаем, сколько козочек у нас. 1, 2, 3, 4. 4 козочки, и каждая съела сколько капуст? 1, 2, 3. Верно, одинаковое количество. Тогда как мы можем узнать, сколько всего капуст съели козочки? Что мы для этого сделаем? Правильно, мы опять с вами применяем повторное сложение. То есть, сколько раз? По 3 мы с вами прибавим. 4 раза. 3 плюс 3 плюс 3 и плюс 3. Верно, ребятки? Сколько получится? Правильно, 12. Значит, козочки съели всего 12 капуст. Далее у нас белочки, и каждая белочка собрала грибочки. Как мы с вами сосчитаем, сколько всего грибочков собрали обе белочки? Верно, тоже с помощью повторного сложения. Сколько у нас белочек? 2 белочки. Каждая белочка сколько грибочков собрала? Правильно, по 5 грибочков. Итак, 2 белочки по 5 грибочков. Как мы это запишем? Правильно, 2 раза по 5. 5 плюс 5. И в результате у нас что получится? Верно, ребята, 10. Далее в учебнике у нас идет задание. Найдите общее количество с помощью повторного сложения, и ответ проверьте ритмическим счетом. Образец у нас дается гнезда, и в каждом гнездочке у нас яички. Давайте посмотрим, сколько гнездочек у нас всего. Всего у нас 5 гнезд. А в каждом гнезде сколько яичек? Верно, ребятки, по 3 яйца. Тогда что мы с вами сделаем? Мы с помощью повторного счета суммируем наши яички в каждом гнездочке. 3 раза по 5. 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3. 5 раз это в результате нам дает 15. С помощью ритмического счета то же самое, ребятки. 5 раз мы прибавляем по 3. Итак, первый раз 3, второй раз 6, третий раз 9, четвертый раз 12 и пятый раз 15. Посмотрим на наше задание, которое дается в учебнике. Задание А. У нас нарисованы тарелочки, и в каждой тарелочке у нас одинаковое количество клубничек. Что мы с вами должны сделать? Во-первых, давайте-ка с вами посчитаем, сколько у нас тарелок. Верно, ребятки? У нас 3 тарелки, и в каждой тарелке по 4 клубники. 3 раза по 4. 4 плюс 4 плюс 4. Верно. 4 плюс 4 плюс 4. В результате у нас получится сколько? Правильно, ребятки, 12. А если мы с вами будем считать с помощью ритмического счета, тогда что у нас получится? Мы опять должны с вами прибавить 3 раза по 4. Итак, первый раз по 4. 4 плюс еще 4. Второй раз 8. Плюс еще 4. Третий раз. В результате дает нам, верно, ребятки, 12. Далее у нас в задании Б даются шары. Сколько связок шаров у нас? 4 связки. В каждой связке сколько шариков, ребята, посчитайте? Правильно. В каждой связке у нас по 5 шариков. Итак, 4 связки по 5 шариков. Что мы с вами должны сделать? Правильно. Мы должны 4 раза прибавить по 5. 5 плюс 5 плюс 5 и плюс 5. 4 раза. Что у нас получится в результате? Правильно, ребятки, 20. Давайте-ка проверим с помощью ритмического счета. 4 раза по 5. Итак, первая наша пятерка. 1 раз 5. 2 раз плюс еще 5. 10. Третий раз плюс еще 5. 15. И четвертый раз плюс еще 5. В результате нам даст 20. Молодцы. Далее задание В. У нас даются аквариумы. И в каждом аквариуме рыбки. Посчитайте, ребятки, сколько рыбок в каждом аквариуме. Верно, мои хорошие. В каждом аквариуме по 6 рыбок. А сколько у нас аквариумов? 3. 3 аквариума по 6 рыбок. То есть 6, 6 и 6. Что мы с вами сделаем? Мы запишем повторное сложение. 6 плюс 6 плюс 6. И в результате, ребятки, сколько это нам даст? Правильно, 18. А теперь с помощью ритмического счета мы с вами проверим. Три раза по 6. Первый раз 6 плюс второй раз 6. Это даст нам 12. Плюс третий раз 6. Это даст нам 18. Значит, мы решили все верно. Далее, ребятки, следующее задание. Определите количество групп и количество предметов в каждой группе. Найдите общее количество предметов. Задание А. У нас связки шаров. Сколько всего связок? 5. В каждой связке 4 шарика. Значит, 5 связок по 4. Что мы должны записать? Правильно, 5 раз по 4. 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 и плюс 4. В результате сколько это нам даст, ребята? Посчитайте. Правильно, мы хорошие. Это дает нам в результате 20. Давайте-ка теперь с вами проверим с помощью ритмического счета. Итак, первый раз 4 плюс второй раз 4. 8 плюс третий раз 4. 12 плюс четвертый раз 4, 16 и плюс пятый раз 4, 20. Все верно. Далее у нас даются стаканчики с карандашами. Сколько всего стаканчиков, ребята? 6, а в каждом стаканчике у нас по 3 карандашика. Значит, у нас получится 6 раз по 3 карандаша. Как мы это с вами запишем? 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 и плюс 3. Сколько раз записали? 6 раз по 3. В результате нам это даст, правильно, ребятки, 18. Проверим на табличке, что у нас получится. 6 раз по 3. 1 раз 3 – 3. 2 раза 3 – 6. 3 раза 3 – 9. 4 раза 3 – 12. 5 раз 3 – 15. И еще шестой раз 3 нам даст в результате, верно, ребятки, 18. Значит, мы решили все верно. Следующее задание. Найдите общее количество точек, записав пример на повторное сложение. Задание А. Посмотрите, сколько у нас квадратиков. Верно, 3. И в каждом квадратике сколько кружочков? 6. В таком случае, что мы с вами запишем? Какое повторное сложение? Правильно, 3 раза по 6. То есть 6 плюс 6 плюс 6. И в результате нам это даст, верно, ребятки, 18. 12. Далее задание В. У нас сколько квадратиков? 4. А в каждом сколько кружочков? 5. Тогда у нас что получится? 4 раза по 5. То есть 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5. И в результате, ребятки, это сколько? Правильно, 20. Задание В. У нас сколько квадратиков? 4 квадратика. И в каждом квадратике сколько кружочков? Посчитайте. 7. Какой пример у нас получится? Верно, ребятки. 4 раза по 7. То есть 7 плюс 7 плюс 7 плюс 7. И в результате сосчитайте. Что получится? Правильно, ребята, 28. Далее у нас идет задание номер 3. Нам говорят, решите примеры. А ответ проверьте с помощью ритмического счета. Что у нас получится, ребята? 2 плюс 2 в результате даст нам? Правильно, 4. 4 плюс еще 2 в результате нам даст? Верно, ребятки. 6. 6 плюс еще 2. Верно, 8. 8 плюс еще 2. 10. И 10 плюс еще 2 нам в результате даст сколько? 12. Тогда 6 раз по 2 в результате нам дает 12. Если мы это запишем с помощью ритмического счета, как это будет выглядеть? То есть 2 плюс еще раз 2, это 4, плюс 3 раз 2, 6, плюс 4 раз 2, 8, плюс 5 раз 2, 10, и плюс 6 раз 2, 12. Молодцы, ребята. А вот задания B и V вы выполните самостоятельно. Итак, ребята, далее у нас идет задача номер 4. Анара наклеил 5 стикеров на каждую из 6 страниц альбома. Сколько всего стикеров стало в альбоме? Давайте-ка с вами решим эту задачу. Но сначала выпишем основные слова в условии. Что у нас получится? Сколько всего страниц в альбоме? Правильно, 6 страниц. Поскольку стикеров он наклеил? Правильно, по 5. Какой вопрос у нас к задаче? Правильно, сколько всего стикеров стало в альбоме? Всего. Вопрос стикеров. Решение. Как мы можем с вами найти количество стикеров в альбоме? Что нам дается в условии? У нас всего 6 страниц. На каждой по 5 стикеров. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Сколько раз, ребята? 6 раз по 5. Давайте запишем с вами повторное сложение. 6 раз по 5. 5 плюс 5, плюс 5, плюс 5, плюс 5, плюс 5, и плюс 5. Сколько раз мы с вами записали? 6 раз. Посчитаем. 5 плюс 5, 10. 10 плюс 5, 15. 15, 15 плюс 5, 20. 20 плюс 5, 25. И 25 плюс 5, 30. Верно, ребятки? Значит, всего у нас в альбоме оказалось 30 стикеров. Запишем ответ. Всего в альбоме 30 стикеров. Следующая задача, задача номер 5. У Эльхана, Лалы и Сабина есть по 7 монат. Они хотят купить на день рождения Самира подарок, который стоит 20 монатов. Хватит ли денег у детей на покупку подарка? Итак, ребята, у детей у нас у каждого по 7 монат. У Эльхана, у Лалы и Сабины по 7 монат. Сколько детей всего получается? Верно, ребята. Трое детей по 7 монат. Давайте-ка, ребятки, с вами узнаем, сколько всего монатов у детей. Для этого мы с вами должны прибавить 3 раза по 7. А ну-ка, сосчитаем, сколько получится? Верно, 21. А подарок сколько стоит, ребятки? 20 монат. Тогда что мы можем сказать? Хватит ли у них денег на подарок? Верно, конечно же, хватит. Ну а наш урок, ребята, подошел к концу. До свидания, до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова